Всем привет, вы на канале Скаймен, и мы продолжаем прохождение цветного зайчика. Я нашел тот самый момент, где мы встречаем зайчью губу. Давайте все-таки попробуем на него нажать. Посмотрим, что будет в этом случае. Так вот он. Ну-ка давай. Действительно можно. Неожиданно сбоку зашуршали кусты, посыпая белым оврагом. Из-за них вышел, застегивая ширинку громила. Так. Цепочка, смотрите, это какой-то бандюган по-любому. Он посмотрел на нас без интереса и зашагал прочь. Ну и тип. Не, не говори. Хорошо, что ты со мной, Антон. Кто знает, что бы сделал этот бандит, если бы я была одна. Лучше об этом не думать. Она одарила меня восхищенным взглядом. А когда бугай почти скрылся за деревьями, показала ему язык и мелодично рассмеялась. Ей богу, маленькая проказница. А, и все, да? Коротко, конечно. Ну ладно, хотя бы мы теперь увидели его поближе. И в случае, когда будет допрос, можем спокойно его дорисовать. А теперь давайте я скипну до того момента, где мы остановились в прошлой серии. Там и увидимся. Так, ну что, вот мы и на месте, давайте откроем дверь. Посмотрим, что же ждет нас в доме. Оля и папа смеются вместе? Что-то новенькое. Я вышел в коридор, и отзвуки беседы сделались громче. Смех, как давно я не слышал, чтобы мама смеялась. А еще и мама здесь есть. В тихом доме среди притаившихся теней. Такой обыденный родной смех. Я прокрался по лестнице, словно боялся спугнуть момент. А я ему говорю, комиксы есть, зайцу своему купить хочу. А он, у вас зайц комиксы читает. Мама рассмеялась, ей вторила Оля. Ну да, говорю, зайц у меня цирковой. Боже, ты лучший. Так, подождите. А может быть мы еще не очнулись, и это все сон? Потому что как-то все странно. Чтобы мама сказала, боже, ты лучший папе? И все они вместе сидят на кухне и смеются? Это что-то прям сказочное. Да ты сомневалась. Ни на секундочку. По-любому это сон, подождите. Жених и невеста. Улыбаются, смотрите все. Когда я вошел на кухню, мама целовала отца в макушку, а он поглаживал ее по плечу. Оля сидела между родителями, вооруженная вилкой. Накрытая крышкой крапчатая кастрюля источала ароматный запах. А вот и он! Привет, Соня! Весь в отца. Че-то страшно прям стало немножко. Прямоугольник окна возвышался за ее спиной, отчего мама казалась нарисованной на белом холсте. Садись, садись. В ногах правды нет. А завтрак самое важное для здорового человека. Я сел, очарованно улыбаясь. Че это было? Оля подмигнула мне и одновременно мигнула лампа. Заспанный какой. Какой есть наш родной. В детдом сдавать поздно. Шо за шуточки такие? Папа хохотнул, показывая, что шутит. Мама хлопнула его по плечу. Ой, я голодная, страшно. А мы, думаешь, просто так тут слюной капаем? Братик, ты так кушать будешь? Как? Я поймал на себе искрящиеся от веселья взгляды родителей. Был бы у меня фотоаппарат, запечатлел бы, чтобы они всегда улыбались мне со снимка. Чтобы остановить этот прекрасный миг. Лампочка погасла и вспыхнула. Чуть слышно задребежало стекло в раме. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Какую маску? Я прям одновременно с Антоном сказал. Глуповатая улыбка прилипла к губам. Папа сказал, показывая крепкие белые зубы, похожие на клавиши пианино. Снимай, снимай, заяц. Я провел рукой по щекам, засмеялся. Вы о чем? Что-то мне прям некомфортно здесь находиться, честно говоря. Уже вся семья смеялась, тыча в меня пальцами и хлопая ладонями по коленам и клеенке. Папа сказал, утирая костяшками увлажнившиеся глаза. Я опять потрогал свое лицо, ощутил, как немеет кожа. Но на мне нет маски. Мама поерзала на столе, прищурилась, склонив голову. Холст окна теперь был серым и все быстрее чернел. Пока не снимешь, не начнем. Жесть, а че так страшно-то? Ну я не могу уже терпеть. Сними маску, не валяй дурака. Голос был ласковый, но твердый. Мам, тоже меня пугает. Знали бы вы, как вы меня пугаете. Заскрепели ножки стула по половицам. Оля отодвинулась от меня. Она больше не улыбалась. Никто больше не улыбался, разве что щели облупившихся стен. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. Но... Оля хныкала, опустив голову. Из-под лоб я боязливо посматривая на меня. Ой, жесть, я обосрался. Фух, мама, ты че? Мама грохнула кулаком по столешнице. Я чуть не повалился на пол вместе со стулом. Сын называется. Мы веселились. А тут ты пришел. Испортил все. Жесть, вы только гляньте на ее лицо. Обосраться. Надо бы проснуться срочно. В меня полетели брызги слюны. Фу, жесть. Батя, ты че? Я повернулся к папе, умоляя объяснить, что происходит. Липкий сироп тек по подбородку отца и капал на рубашку. Глаза его смотрели в разные стороны. На чердаке грохнуло. Зашуршало в коридоре. Водопроводные трубы забурчали. Дома жил. Мать, закрой рот. Муха залетит. В каждой комнате кто-то возился, ползал, дышал. Лампочка заморгала с чистотой стробоскопа. Ой, щас тошнит меня. Лица родителей то ныряли во тьму, то возникали вновь. За окнами прошла высокая тень. Я намеревался вскочить, броситься прочь, но тело не повиновалось. Руки мертвым грузом лежали на столе. Я просто смотрел. Свет погас. Во мраке сердце ударило три раза. Лампочка вспыхнула ярко. Ааа, вот что значит маски снять, да? Типа сняли человеческие лица, и теперь мы звери. Блин, жестко. Три маски уставились на меня дырами, отверстиями. Женщина-лиса там, где секунду назад сидела мама. Мужчина-волк во главе стола. И девочка-зайка, моя Оля. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные и страшные морды. И почему шерсть на них шевелится, словно что-то движется внутри масок. Вспучивая по пьемоше. Ясык отказался реагировать на команды мозга. Лишь взгляд мой перемещался по маскам, по длинным кривым теням за спинами семьи. Кушать подано! Она сорвала крышку с кастрюли. Это мое лицо! В кровавой подливе лежала отрезанная голова. Остекленевшие глаза буравили меня. Распахнутый рот вопил беззвучно. Моя собственная голова на дне кастрюли. Кровь струилась из отсеченной головы по перекошенному лицу. И у меня... Голова зайца. Одновременно горячие струйки потекли из моих ноздрей. Марая клеенку багровым. Ешь! Я закричал. Резко выпрямился. Челюсть обдала огнем. Висок соднило. Кухня, твари в масках и мертвая голова. Все исчезло. Все кроме преследовавшей меня проклятой маски. Которую кто-то из хулиганов нацепил на меня ради смеха. Вот это поворот! А я-то думал, все так хорошо начиналось. Блин. Ну не могло, конечно, все так хорошо кончиться. Я оторвал уже примерзшую к моему лицу заячью морду и понял, что очнулся в лесу возле поваленного снеговика. Весь в снегу и хвойных иголках, без очков и с разбитой физиономией. Обморок, кошмар. Пульсирующая боль была подарком по сравнению с привидевшимся ужасом. Я поднялся на ноги, отплевываясь. Лес огородил меня, как прутья решетки. Я не знал, как долго пробыл в отключке. Ноги и руки задубели, штаны промокли насквозь. Я стоял один почти в полной темноте, в кольце взмывающихся высь стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывало от шураха и шелеста. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа выпростается из мрака и схватит мое одеревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. О, это батя. Меня искали, как того пропавшего мальчика. Глаза защипало выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Крик зазвучал громче и на мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Неужели то же видение? Тут же свет ударил мне в лицо. Я заслонился ветерней. Я подумал, кто-то меня схватил. Луч фонаря скользнул вниз. Подожди, это не отец. Кто это такой? А, или может быть отец, просто я не узнал. Антон! Да, да, отец. А вот ты где-то! Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? Папа шагнул ко мне из мрака. Я ринулся навстречу, надеясь, что он не растает, оказавшись очередным миражом, проделками свихнувшегося разума. Он был настоящим, теплым и живым. Язык проглотил? Я встретил твою одноклассницу на дороге. Она сказала... В дебрях захрустили ветки. С недаемый ужасом я прильнул к отцу, а он встрепенулся, изучая Чищобу. И сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу все еще леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрый пульс. Поднялся и, пошатываясь, побрел с папой по его едва различимым следам. Назад к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого намека, где я тебя нашел. Да, пап. Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное, и все рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Я кивал и послушно перебирал ногами. Ух ты, нифига, мы прям в машине. Блин, жалко, ничего нельзя осмотреть. Только в машине отец заметил ссадины. Тебя били? Я ощупал скулу. Подрался. Из-за чего? Из-за девушки. Отец кивнул вдумчиво. Загудел двигатель. В выражении папиного лица я угадал боязнь, но это был не липкий, парализованный меня, парализовавший меня в кошмаре страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом. Он открыл бардачок, достал салфетки. Мама бы сейчас меня не одобрила, но вот что, сынок. Драться за девушку, это правильно. Да, нужно решать конфликт словами, но иногда... Иногда слова не помогают. Подожди, это что, пистолет у него там? Нифига себе. И папа улыбнулся мне подбадривающе. Пистолет. За секунду до того, как он захлопал бардачок, я увидел торчащую из-под тряпки рукоять. Он возил с собой оружие. Мой интеллигентный папа держал под рукой пистолет, как герой боевиков. Или как обычный бантит, шепнул голосок. За окнами мельчишили сосны, фары бодались темнотой. Машина везла домой. Папа изучал меня настороженно в зеркало заднего вида. Я думал о пистолете, о снах, о людях в масках зверей, притворяющихся моими родителями. А белые снежинки все парили в темноте. Интересно, что сейчас будет. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. На ее лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался. Повисла ядовитая пауза. Отец сердито смирил маму взгляда, а затем заговорщически подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Родители еще некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча побрел по своим делам. Дальше друг от друга. Мда... Я еще не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! Так, а здесь нам Оля сейчас будет говорить, что видела Алису. Мы будем говорить ей, чтобы она больше не общалась с ней. Мама начнет утверждать, что не существует этой лисы. И в принципе можно вот этот момент скипнуть. Поэтому давайте так и сделаем. Так, а вот здесь уже что-то новенькое пошло. Воспоминания о семье в омерзительных масках атаковали и бомбардировали меня, будто подлые удары одноклассников. Передо мной стояли поросшие шерстью лица моих близких, оскалившиеся клыкастые пасти, полные густой слюны. Что со мной происходит? Что за фокусы выкидывает мой разум? Ведь эта маска зайца настоящая. Вот она, не пойми откуда взявшаяся в моем портфеле, словно и не выкидывал ее в том жутком лесу. Я зажмурился и бросил в рот витамины, запил их водой. Хватит сходить с ума, пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. Цифры в тетради то кувыркались и перемешивались, то кружились в танце, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжелой и так и норовила упасть в числовую вязь. К векам словно подвесили маленькие гири, те, что кладут на весы в продуктовом магазине. И я, видимо, провалился в сон. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прожитом дне суматошно заскакали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Так, а вот этот момент, наверное, можно пропустить, да? Сон, скорее всего, сильно не поменялся. А, нет, смотрите. Где мы сейчас находимся? Так, пришла Полина. Не слушай этого болтуна, Полиночка. Свистит он, что в Москве бывал, как пить дать. Это ничтожество даже постоять за себя не может. А при случае из-за тебя они заступятся. Бросит, думая, как бы только самому по шее не схлопотать. Слабак. Так, дальше тоже можно пропустить. Я думаю, до конца уже все скипнется, потому что ничего нового, по идее, быть не должно. Так, в общем, кошмар скипнулся. Там уже ничего нового не было. Потом момент с собой тоже промотался. Очки мы получили. Уже начался третий эпизод. Семен пропал. И, в принципе, можем скипать дальше. И вот, наконец-то, пошли новые диалоги. И все же в школе было и хорошее. Полина, девочка со скрипкой. Сейчас, видимо, будем болтать с ней, да? Воспоминания о вчерашней прогулке слегка остудили мой пыл. Полинина ненависть к собакам, пускай в моем случае и была оправданной, все же настораживала меня. Разве может в сердце такой очаровательной девочки найтись место для столь отвратительной чертовщины? Я тут же вспомнил о неожиданно вскрывшемся темном прошлом отца. Человек, которого я считал своим кумиром, стал причиной нашего переезда в эту мрачную глухомань. Если, конечно, можно верить маминым крикам из-за спины. И все же Полина пыталась защитить меня от шайки хулиганов, пускай и безуспешно. Она молила Ромку оставить меня в покое, собирала, глотая слезы, мои разбросанные по лесу, учебники и тетради. А когда подонки пытались ее уволочить, сопротивлялась, чтобы было сил в ее хрупком теле. В конце концов, именно она нашла мой потерянный в таежном лесу дом и сказала папе, что меня избитого бросили одного в потемках. Возможно, я сужу ее слишком строго. Что если нарисовать историю с ее участием? Будто герой спасает ее от ужасных чудовищ. Ромка с бяшей идет. Едва я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехала по перилам, скалясь, словно инопланетяне из фильма «Чужие». Личинки боязни незамедлительно отложились внутри. Попадаться на глаза Ромки и Бяши после вчерашнего не было ни малейшего желания, особенно из-за внезапного исчезновения Семена. Полина хотела было заговорить со мной, но заметив эту парочку, вдруг помрачнела и прошагала мимо, задержав на мне виноватый взгляд. Войдя в класс, я прошел к последней парте. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. Их взгляды буквально пихали меня, трогали, исследовали. Они смотрели на меня с убивающей смесью жалости, насмешки и презрения. Такой ученый, так ученый смотрит на гадкого неизвестного науке червяка. Я стиснул кулаки и уставился на свою парту, чуть ли не до потолка, заваленную стопками библиотечных учебников. Словно это я пропал в том заснеженном лесу, и теперь мое место наконец годилось для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семена. Где-то в другом классе пылился точно такой же стул, покинутый Вовой. Так, ну, осматриваться полностью мы, наверное, не будем, мы и так это все читали, давайте сразу сядем. Немного помешков, я сел за парту Бабурина, куда изначально меня планировала посадить Лилия Павловна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Не сомневаюсь. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Переглянулись девочки со второй парты, она и с ними поделилась, зашушукала, быстро закивала. Я ловил на себе ее взгляд, взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Так хотелось оправдаться, закричать, вы чего, я не виновен. Хулиганы повернулись и молча уставились на меня. Чистая ненависть сочилась из их глаз. Но за что? Что я такого им сделал? У них пропал друг, а они все никак не могут забыть обо мне. Вдруг Бяшин взгляд уперся мне в переносицу. Казалось, он вот-вот ткнет в меня пальцем и оглушительно закричит. Смотрите, эти очки вчера стащил Бабурин. Они вернулись к Антону, убийца. Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. Возможно, я схожу с ума, и Лебяша что-то знает, знает и не хочет об этом говорить. Затем Рома тут же посмотрел на меня многозначительно, будто напомнил о своем обещании. Я помнил, ноющий висок не позволял забыть. Держись подальше от Полины. Словно в поисках защиты, я до боли сжал линейку. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться, кто на Бабурина зуб имел. Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... А что после? Ты, по идее, знать не должна, что было после. Металлическая линейка выпала из моих озлобевших пальцев, и ее звон заставил детей встрепенуться. Правильно, ну-ка, отвернулись все. Катя осеклась и как-то боязливо съежилась. Заскрепели стулья, одноклассники отодвинулись от меня поближе к выходу, к учительскому месту. И не я один уловил перемены, Ромка и Бяша тоже заметили и презрительно поморщились. Плохо, что они не боялись меня, как остальные. Да прикуси ты! Бабурин, небось, с бабкой посрался и вздымил на... Скоро найдется! Найдется, ага. В овраге, со вспоротым брюхом. Я сглотнул. Вообразил Сему на снежной подушке. Лицо белое, как рыбье брюхо, расколотое широкой трещиной рта. А падающие хлопья оседают на стеклянных глазах и заполняют гортань. Видишь, словно говорит он мне презрительно, это все твоя вина. Но разве только Семен издевался надо мной и получил сполна? Разве не все они должны исчезнуть? Ромка, Бяша, Катька, остальные зубоскалы. Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением. Благодаря ему взоры одноклассников были полны трепета. Но была и обратная сторона медали. Что, если мне вскоре придется заплатить за услугу? Дверь скрипнула, в класс вошла Полина. Я весь подобрался, чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком. Полина нашла меня взглядом, коротко кивнула и села за парту. Катя вновь ринулась к соседкам, как крыса к угощениям. И зашушукала, косясь то на Полину, то на меня. По классу запрыгали записки. Задребежала трель звонка, извещая о начале урока. Блин, наконец-то. Наверное, надо было все это скипнуть, потому что плюс-минус все было таким же. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается. Лилия Павловна прошла к столу, а за ней в кабинет вошел милиционер при параде. Тот, что приходил недавно в наш дом, высокий, с пронзительным взглядом, под которым ты гнешься, как лоза. Здрасте. Здравствуйте. Садитесь. Познакомьтесь. Это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. Ура! 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 А я готов был высидеть 100 часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта. Карие глаза нащупали меня среди учеников, волосы на моем затылке зашевелились от ужаса, ледяной кол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Екатерина! Ну-ка, цыц! Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной? Хитрый лисий взгляд обращался ко мне. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел, касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближаясь. Я сжал зубы, удерживая вскрик. Спокойно, дыши. Ты никого не убивал и не похищал. Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил. Петров Антон? Да. Встань, Петров. Мышцы окаменели, я встал, отклеился от стула, почти услышав треск суставов. Хоть бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очутиться бы сейчас где-нибудь далеко, в лесу, зарыться в сугроб и сжаться комочком. Лейтенант глазел так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии, где десятки семенов не оставят на мне живого места. Я ничего не знаю, я тут ни при чем. А тебя никто и не обвиняет. Пока что. Только теперь я заметил папку с надписью дела, в его руке, серую, из шершавого картона. Она шлепнулась о стол, словно опустилась с лезвия гильотины. Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумаги и фотографии. На снимках были следы на снегу, кажется звериные. Ты с Семеном Бабуриным общался? Я знал его всего один день. Все знают, Петров его ненавидел. Я покраснел. Ах ты, мерзкая сука. Захотелось сцепиться зубами в Кате на лицо и выгрызть ей щеку. Но я сказал, совладав с голосом. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Я его ударил. Сильно? Да нет, так. Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак, будто удивляясь, что я способен стукнуть Громилу с фотографиями. Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Сам ко всем лез. Старлей многозначительно кивнул и вдруг вылудил из папки тетрадь. Так, да, это моя тетрадка. Это твоё? Моё. Я отвёл взгляд. Это была подписанная мною тетрадь по математике. Взгляды одноклассников жадно впились в меня. Да, даже писатели на портретах будто бы подозрительно сощурились. Моё. В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал, в последний раз видел Бабурина. Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка. Тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. Кстати, тракторист. Последний раз видел тракторист. Нам показывали в четвёртом эпизоде трактор. Возможно, в каком-то из веток мы пойдём на место преступления искать какие-то улики, скорее всего. Было бы прикольно. Мне кажется, так и будет. Лейтенант в курсе насчёт школьной потасовки, но знает ли он про драку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семёном разошлись по разные стороны баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к губам. И притворился, что ковыряется в носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это прозвучало бы, как смотри, не мусорнись. Я судорожно поправил очки. Но ведь Семён унёс их вчера с собой, а сейчас они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Легко. Именно так далась мне эта половинчатая правда. Будь осторожнее. И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала... Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Ха! Так маньяк всё-таки есть. Есть, есть. Всё, давай. Пока мы ничего вам сказали... Но есть преступник или нет, вы должны чётко помнить о собственной безопасности. Вас бережёт милиция. Вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь, защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать? Лес рук взбился над партами. Дети загалдели, забрасывая милиционера вопросами. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. Давайте ещё раз глянем дело, может быть мы чё-нибудь ещё найдём? Серая папка осталась лежать передо мной. Я смотрел на неё и дышал как человек, пробежавший стометровку. Под свитером струился пот. Я оглядел кабинет. Все дети внимали лектору. Только Ромка что-то говорил бяше. А Лилия Павловна, сражаясь с зевотой, пялилась в окно. Ну-ка, давайте попробуем открыть. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Ну давай уже, сколько можно. Отлично. Так, открыл папку на рукой. Фотография Сенечки. Фотография Вовы. А, и всё, да? Ну ладно. Ну чисто, чтобы посмотреть на эту... На это лицо. Как только я коснулся папки, Тихонов хрестнул меня взглядом, словно разгой. Рука непроизвольно отдёрнулась, будто и вправду почувствовала боль. Лейтенант ещё некоторое время молчал, не сводя с меня глаз. И мне было не по себе от этой тишины и насмешливо косящихся одноклассников. А потом милиционер так же резко заговорил, как ни к чём не бывало. Так, ну что, пропустим? Так, он закончил. Забирает папку. А, ну да. Найдём одноклассника. Это всё мы видели. Давайте дойдём до момента, когда мы выбираем либо промолчать, либо рассказать, да? Так, промолчать, либо рассказать. Блин. Ладно, давайте на этом моменте мы остановимся, потому что серия и так получилась довольно-таки длинной. Я очень много времени потратил на то, чтобы прочитать то, что происходило в школе. Хотя, надо было, скорее всего, это всё скипать. Ну ладно. В любом случае, сегодня серия получилась интересной. Вначале прям было много чего неожиданного. Я совершенно не ожидал вот этого кошмара. Потом ещё и отца на машине. В общем, надеюсь, вам тоже понравилось. Если это так, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был SkyNand. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok